Каждой весной из дорог областного центра вместе со снегом сходит асфальт Гагарина, Володарского, Чкалова, Комсомольская, Павлоусова, проспекты советских космонавтов и Дзержинского. 41 участок отметили жители Архангельска на интерактивной карте убитых дорог на сайте Дорожная инспекция ОНФ. Те дороги, которые наиболее проголосованы, больше отметок на этих дорогах, сообщаем об этом в администрацию, конкретно города, области. Если мер не принимается, дальше уже идет обращение в прокуратуру, обращение во все необходимые инстанции. Самые разбитые участки в ближайшее время дорожники начнут проходить ямочным ремонтом. Все наши улицы города Архангельска непосредственно требуют ремонта в той или иной степени. Сейчас пойдем от самых больших, там где очень большие ямы, начнем производить ямочный ремонт. Главным плюсом этой технологии остается ее низкая стоимость, что в условиях скудного бюджета имеет определяющую роль. Какую бы технологию мы с вами не применяли, эта технология требует денег. И, соответственно, тех средств, которые город может себе позволить сегодня, не то что на поддержание, нам даже не стабилизировать ситуацию с точки зрения ухудшения качества. В этом году на дорожные ремонты в областном центре выделено 100 миллионов рублей. Из них 60 пойдут на дворовые территории. Оставшихся средств хватит только на проведение ямочного ремонта на площади в 26 тысяч квадратных метров. И это лишь 40% от необходимого минимума. К сожалению, подобная ситуация наблюдается в целом по области. Снижается финансирование областного агентства Архангельск Автодор, что ведет к приостановке крупных проектов. Все серьезные работы мы перенесли на 2020 год. То есть по Усть-Ваге и Адрихе, ну тут тоже такое направление еще раз повторюсь важное, на 2018-2019 год мы планируем проектные работы и реализацию только 2020 год. Старый асфальт мы будем ремонтировать, будем продолжать, в том числе и в работах по содержанию это будем делать, но более капитального характера работы, к сожалению, пока мы запланировать не можем. Продолжение следует...